Специалисты отмечают, особую опасность клеща представляет в лесу и на высоком травостое. На данный момент существует большое количество проверенных химических средств защиты для людей и животных, которыми также советуют пользоваться врачи. Последние два года на рынке химических препаратов появились таблетированные формы. Присасываясь, клещ начинает пить кровь животного и в значительных количествах этот препарат с кровью животного попадает в клеща. Необходимое количество слюны для развития болезни еще на тот момент не попало в кровь животного. В результате этого клещ гибнет и отваливается с поверхности тела животного. Процедуру удаления клеща должны проводить специалисты в больнице, причем бесплатно. К тому же пациент сразу же будет поставлен на 30-дневный учет и проверен на вирус энцефалита. Следует также обратить внимание на домашних животных, у которых могут возникнуть характерные симптомы заражения этим вирусом. Это является угнетение состояния животного, как я уже сказал ранее, высокая температура тела. В дальнейшем к симптомам заболевания присоединяется такое заболевание, как кровь мочи или гематурия. Специалисты заявляют, как только в Нижнем Новгороде сойдет снег, начнется корицидная обработка всех парков и зеленых зон. В загородных детских лагерях обработка будет проходить до начала здоровительного сезона. Павел Кузьмин, Ренат Бигбаев, Объективно, ННТВ